748 день войны. Бойцы сибирского батальона и легиона свободы России заявили о заходе на территорию России в Курской и Белгородской областях. Также сообщается об участии в операции РДК. Приходят кадры боев, однако непонятен масштаб операции как ее цель. Факт ее наличия подтверждают и некоторые Z-военкоры. Подробности через несколько минут. Успешная атака дронами по территории России произошла минувшей ночью. Горит установка по переработке нефти в Нижегородской области и нефтебаза в Орловской области. Есть кадры, которые подтверждают прилеты. Минобороны России же, в свою очередь, как всегда, утверждают, что все сбило. Впрочем, как всегда, это обычно они и делают. Утверждать, не мешки ворочать. CNN опубликовали тревожную статью о том, что Россия якобы производит в три раза больше боеприпасов, чем может Запад. Однако в статье о многом умолчали. Будем разбираться вместе с вами. Ну а Виктор Орбан рассказал о знаменитом, но неизвестном плане Трампа закончить войну в Украине. Помните, когда Трамп рассказывает, что сделает это за один день? План достаточно простой. Перестать выделять помощь стране, чтобы она капитулировала и сдалась России. Обо всем этом и многом другом свежей не сводки. Вы можете поддержать ее лайком, комментарием, подпиской на канал. Сегодня довольно много важной и интересной информации. Ну а в конце не сводки покажу вам видео, которое попало в руки украинских военных с телефона убитого российского военного, которое это видео много объясняет о техническом оснащении российских солдат. Так что смотрите до конца, ставьте лайки, ну и поддерживайте канал на Патреоне. Ссылка на него будет в описании. Итак, начнем с ударов по России. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 12 марта уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников в семи регионах России. Об этом объявили в Министерстве обороны российском. В военном ведомстве, пишет ТАСС, утверждают, что сбили беспилотники в Московской два дрона, Ленинградской один дрон, Белгородской семь дронов, Курской один дронов, Брянской один дрон, Тульской один дрон и Орловской два дрона областях. Несмотря на заявления Минобороны, на самом деле атаки беспилотников были успешными. После атаки произошел пожар на объекте топливно-энергетического комплекса в городе Кстово Нижегородской области. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, возгорание произошло на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. Телеграм-канал БАЗа пишет, что пожар произошел на нефтебазе Лукойла. Связанный с силовиками канал 112 утверждает, что дрон попал в установку перегонки нефти. В Лукойле сообщили, что работа технологической установки Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез, извините, такое проблематичное слово, временно остановлена в связи с инцидентом. В тушении и возгорании принимает участие пожарный поезд, а во всем этом сообщает БАЗа. На самом деле прилеты именно вот в установке, это гораздо лучше, чем просто прилеты в резервуары с топливом. Ну, потому что топлива довольно много, и даже уничтожение конкретного резервуара, это да, ну какой-то урон, но микроскопический. С установками все сложнее. Дело в том, что установок этих не так много, это раз. Второе, заменять их очень сложно, потому что они из западных компонентов. Третье, компании, производящие этих западных компоненты, все наперечет. И поэтому у Лукойла, в частности, у которого до этого уничтожили еще несколько важных установок, у них просто не получается купить новые установки. А сами их производить или ремонтировать из такого состояния, они их не умеют. Это влияет на уровень и возможности производства бензина и топлива, в принципе. И мы уже видим, как вот эти атаки украинских беспилотников напрямую влияют на российские возможности. Так Россия уже запретила экспорт некоторых видов топлива. Ну и производственные мощности они снизились за минувшие два месяца. Украина, как вы видите, и дальше продолжает обстреливать российскую топливную инфраструктуру и делает это довольно успешно. Еще один из беспилотников атаковал объект топливно-энергетического комплекса Орловской области. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По данным телеграм-каналов, загорелась нефтебаза. ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона пишет, что горел резервуар нефтехранилища. Люди не пострадали, утверждает губернатор. Из двух многоэтажных домов, которые находятся неподалеку от горящей нефтебазы, эвакуировали 17 человек, рассказал мэр Орла Юрий Парахин. То есть, как мы снова видим, успешные прилеты, не факт, что это все прилеты, но с прилетами вот какая проблема. Если вы посмотрите на закономерность, то вы увидите, что официально подтверждает, ну не официально подтверждается, наоборот, ничего не подтверждает. Но хотя бы там местные власти подтверждают только то, что попало в сеть уже. То есть то, что уже есть фотографии, то, что есть видеозаписи. Вот, например, там и то не всегда, как вот недавно в Петербурге, да, где у Пулкова, значит, тоже был прилет, но официальные власти об этом не сообщили. Хотя есть фотографии, есть видеозаписи. Вот, поэтому сколько реально было дронов, сколько из них реально прилетело по объектам, мы пока не знаем. Более того, можем ли мы доверять количественной информации Министерства обороны России? Ну, то есть когда они перечисляют, что они там 25 дронов сбили, да нет, конечно, с чего вообще? Они постоянно выдумывают цифры, они постоянно выдумывают не цифры, а числа, точнее, количество там, я не знаю, уничтоженной техники врага, еще что-нибудь такое. Ну, то есть каждый раз они просто выдумывают эти цифры, они не имеют никакого отношения к действительности. Поэтому и здесь как-то уповать на их оценки, мне кажется, довольно странно. Факт остается фактом, Украине успешно удается применять дроны для удара по российской топливной инфраструктуре, по российским цехам, по российским заводам. И я думаю, что Украина будет только наращивать эти возможности. Причем, в отличие от Украины, где Украина два года уже работает над своей системой противовоздушной обороны, Россия как раз это делает в меньшей степени. Ну, просто физически не имея возможности серьезно нарастить свои мощности в вопросе противовоздушной обороны. И поэтому мы видим, что дроны достаточно беспрепятственно пролетают на российскую территорию. И посмотрим, что будет, когда это будут еще более масштабные атаки. Мы видим, как увеличивается количество этих атак. Я думаю, что в том числе это приурочно, там, не знаю, к российским выборам. Глобально, мне кажется, что планы, расчет вот как-то... Понимаете, для того, чтобы что-то повлияло на российские выборы, надо, чтобы российские выборы были выборами. Да, то есть, условно, если бы это были настоящие выборы, да, и там люди действительно бы принимали решение, за кого голосовать, и было бы важно, за кого бы они проголосовали. И не было бы фальсификации, не было бы дега, были бы настоящие оппоненты в бюллетене и все прочее. Они все вот там, посмотрите на любого, Дованков, Слуцкий, Харитонов, у них абсолютно одинаковая программа по основным положениям, которые есть у Путина. Ну, то есть, это просто Путины в разном виде. Вообще никакой разницы нет. И в этом контексте как бы, ну, на эти выборы невозможно повлиять, потому что нет выборов, да. Тем не менее, видимо, расчет отчасти и в том, что есть некая нервозность общества, и вот эту нервозность раскручивать и дальше. Но что касается именно топливной инфраструктуры, то здесь план гораздо шире, чем просто какие-то, не знаю, пиар-акции, если хотите, потому что это действительно влияет на российские возможности, на российскую логистику. Несмотря на то, что нефтебаз много, топлива много, резервуаров много, но вот этих установок, про которые я говорил, их как раз не очень много. И удар по каждой из них – это довольно существенный урон для российской топливной сферы. Ну, а теперь давайте поговорим, наверное, про одну из самых обсуждаемых историй. И я уверен, что ее будут обсуждать весь сегодняшний день и, возможно, еще завтра зацепят. Это заход Легиона Свободы России, Сибирского батальона, РДК на территорию России. Там пока все очень запутано. Я вот снимаю эту несводку в 10 утра по Москве. И как бы есть несколько историй в рамках этого захода, которые мы можем заявлять как явно случившиеся, а есть какие-то вещи, которые пока не до конца понятны. Ну, вот сам факт атаки признают как российские ЗЭД-каналы, так и информационные ресурсы соответствующих организаций. То есть, украинские военные попытались прорваться через границу Курской и Белгородской областях. В Курской области атака развернулась в районе населенного пункта Теткино. К Белгородской области двигались около 50 бойцов ВСУ. Они шли со стороны населенного пункта. Одна робовка Харьковской области в обоих регионах украинских военных отбросили назад. Это пишет телеграм-канал ЗЭТ ВНКОР и Семена Пегова. Воргонзу, да. Или там, вот, три БТР противника пытались прорвать границу на юго-востоке Граеворонского городского округа Белгородской области. Техника противника уничтожена, пишет два майора. То есть, короче говоря, сам факт атаки подтверждает плюс-минус всем. Однако, а дальше есть расхождение. Типа, куда им удалось попасть, куда им не удалось. Появляются разные видеозаписи боев. Вот, например, танки на окраине белгородского поселка Горьковский, утверждает Белгород Онлайн. Насколько мы можем видеть на этой видеозаписи, это танк с флагом, там, Легиона Свобода России. Вы поймете, это когда дальше я покажу вырезку, собственно, из видео Легиона Свобода России. Вот. Насколько это действительно то место, которое приписывается? Ну, похоже, что да. Или вот курские паблики сообщают, что на границе идет стрелковый бой в районе как раз поселка Теткино. Вот, пожалуйста, слышны выстрелы и прочее. Также появляются видеообращения от самих этих организаций, да, там, Сибирского батальона, РДК, Легиона Свобода России. Вот, например, видеообращение от Сибирского батальона. Пацаны, поваршите ручкой-то. Вроде не родной, а? Ну что, пацаны, нехуй голосовать на бюллетенях. Давайте голосовать калибром. Все, еще 2,56, которые есть. Присоединяемся в Сибирский батальон. Пацаны, не сын. Жонни на связи. Или вот часть обращения, оно длинное и пафосное о Легионе Свободы России. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее. Без санкций и без репрессий. Без выборов, без выбора. И без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное, без войны. При этом часть Z-каналов пишет, что кадры боев, выкладываемые в сети, это заготовки и пиар. При этом это противоречит данным других Z-каналов. И не до конца понятно, что имеется в виду. Какие заготовки? Ну что, заготовки вот в этом селе, там Курской области или Белгородской области. А как вообще они могут делать заготовки в всех направлениях? Непонятно. То, что там Легион Свободы России обращение свое заранее записал, но это тоже понятно. Они стоят там в полный рост, значит, где-то записываются, очевидно, в безопасном месте. Короче говоря, пока все запутано, но глобально не очень понятна цель происходящего. То есть те силы, которые заявляются, вот там даже в самих этих обращениях, ну не сказать, что это какие-то большие подразделения. То есть мне кажется, оценка там в несколько десятков человек и несколько единиц техники, это в целом максимум, о котором можно говорить. Этот заход, как бы, я в целом ничего против захода на российскую территорию не имею. Я вообще считаю, что как раз один из вариантов, это если бы Украина, вот я давно про это говорю уже, да, что вот Белгородская область, частичный заход украинских сил на эту территорию с условным, там, я не знаю, попыткой взять Белгород, вполне мог бы быть военным маневром, да, отвлекающим Россию от собственных наступлений. Ну, опять же, это все очень в теории, но нужно сидеть, считать, что есть, чего нет и так далее и тому подобное. То есть Украина не заинтересована в завоевании российской территории, однако как военный маневр это вполне может быть, да. Ну вот там, я не знаю, как Пригожин захватывал Ростов. Вот, то есть глобального принципиального какого-то неприятия этого у меня нет. Это война, в которой Украина защищается. Мы видели, что во всех войнах, собственно, опять же, если на тебя напала какая-то страна, да, то, что ты пытаешься нанести этой стране максимальный урон, да, вот военной, по крайней мере, ее части, это нормальная история, да, там, мы видели это в Второй мировой войне и где угодно еще. Другое дело, что вот такие заходы малыми силами не до конца понятны мне цели назначения, да. Была гипотеза, когда мы впервые с этим столкнулись, что это задача оттянуть каким-то образом российские силы. Однако, вот эти вот все области российские, они насыщены срочниками, да, несмотря на то, что российская страна утверждает, что срочники не используются в войне против Украины, это неправда. Как раз Белгородская область, Курская область, Брянская область, там она насыщена срочниками, причем самых разных регионов. То есть, условно говоря, много срочников сгоняют туда, значит, заставляют нести вахту и прочее, прочее, прочее. То есть, там много срочников, там есть ФСБшники, которые охраняют границу, даже границу у нас охраняет ФСБ и так далее. И, более того, там очень узкое плечо для России для пополнения там или для быстрого прилета, да, потому что ровно в этих областях там российские базы, там военные аэродромы, там склады с боеприпасами и так далее. Ну, то есть, условно, там поднять вертушку откуда-нибудь из-под Белгорода, это прям, ну, расплюнуть, да, то есть, довольно быстро можно среагировать. Поэтому, насколько это реально растягивает российские силы, сказать сложно. То есть, это имело бы смысл, если бы у России была критическая ситуация на каком-то из фронтов. Например, там идет операция в Харьковской области, да, и вот тогда параллельно заход на российскую территорию. Но, опять, как бы его можно было сделать, потому что на тот момент Харьковская область как раз была под контролем России, да, именно с Харьковской области идет заход на территорию России, вот там через Белгородскую, например. Ну, и так далее. Короче говоря, пытаться в моменте оттянуть российские силы с точки зрения того, чтобы вот там на другом участке создать кризис, понятная стратегия. Стратегия делать это, когда кризиса, по большому счету, нет у России ни на одном участке в данную секунду. Непонятная стратегия. Поэтому, конечно, наверняка здесь многое заложено на такой пиар-эффект, опять же, в преддверии выборов, которые вот уже, ну, выборов в кавычках, да. Но тут проблемы, опять же, с тем, что эти выборы не выборы. Поэтому, как бы, это не может на них серьезно повлиять ни в каком виде, потому что там, ну, нет там подсчета и все такое. Поэтому конечная цель вот этого не очень понятна. И, наверное, какой-то широкий эффект возможен лишь в случае, если вот действительно эти подразделения, они идут вперед, что-то захватывают, да, какой-то российский населенный пункт, и там окапываются. Ну, то есть превращают там, я не знаю, грыворон в крынки. То есть там 50 человек заходят, садятся в подвал, выстраивают там АГС, выстраивают пулеметы и окапываются. Ну, тогда да, тогда это серьезная история, которая будет и отвлекать российские силы, и там, значит, деморализационно влиять на, как минимум, население этой области и так далее. Но этого пока ни разу не происходило, и, судя по всему, и в этот раз не произойдет. Потому что, ну, опять же, заходят, выходят, заходят, выходят. Правда, не очень понятно, зачем это делать с танками, действительно ли там принимали участие танки. Ну, потому что вообще тяжелая техника в единичных экземплярах в рамках таких заходов, она просто уничтожается за три секунды. Вот, поэтому не очень понятно, какой смысл вообще на эту технику тратить. В любом случае, как уже и прокомментировала украинская сторона, Украина говорит, что эти подразделения, эти батальоны, они как бы, это русские, которые заходят на российскую территорию. И, в общем, мы, типа, не имеем к этому никакого отношения, что, наверное, небольшое лукавство, потому что откуда-то же появляются у этих подразделений там техника, автоматы и прочее. Но, окей, лукавство, что называется, допустимое. В любом случае, мне непонятно конечная цель. Вот, то есть я даже с точки зрения, там, политической или с точки зрения пиар не до конца понимаю, что именно должно продать. Лишь надеюсь, что, как бы, это не приведет, там, к гибели минных жителей, гибели самих этих подразделений. Вот, я напомню, что, значит, какая градация у меня лично этих подразделений. Сибирский батальон, он же батальон Сибирь, это, значит, такой батальон из русских, которые хотят воевать против, соответственно, Владимира Путина. РДК то же самое, но самоорганизовавшийся и с немножко правым уклоном. А Легион Свободы России вообще непонятно что. То есть, опять же, дискуссия все еще открыта. Это пиар-проект, это не пиар-проект в том смысле, что вообще они принимают участие в боевых действиях или нет. В последнее время я, наверное, склоняюсь, что да, как будто бы они действительно задействованы в каких-то операциях, периодически встречается их упоминание. Возможно, они действительно смогли набрать какое-то количество людей, которые в чем-то принимают участие. Но, опять же, когда вот мы видим видеозапись, мы видим, что их совсем-совсем немного. То есть, все это, это не какие-то большие соединения. Я думаю, суммарно все это, это там сотня, 150 человек. Не в смысле те, кто заходил в этот раз, а вообще суммарно все вот эти вот люди. Вот. И, естественно, какую-то масштабную операцию таким количеством провести невозможно. Можно делать только рядовые диверсии. Вот как раз диверсии, которые делали РДК, мне кажется, более осмышленными. Ну, когда они там делают засаду из трех-четырех человек на конкретный грузовик с снарядами, боеприпасами или чем-то таким. Вот это я понимаю. Напоминает, что называется, помните этот фильм, «Беславные ублюдки», да, как там работали. Ну, такая вот просто диверсионная ячейка. Заходы в несколько десятков человек с техникой я не очень понимаю. Может быть, вы объясните в комментариях, или, может быть, вот за сегодняшний день станет понятно, есть ли у этого какие-то результаты. Но пока вот выглядит это все так. Итак, что мы можем утверждать на уровне факта? Действительно, были столкновения. Действительно, в этом принимают участие вот эти вот подразделения, кроме РДК. По поводу РДК я пока не уверен, потому что я не видел от них заявления. Да, вот, видите, у меня там разница, я говорю, что сибирские батальоны и регион свободы России заявили, что проводится эта операция, а РДК про них заявляют, что они в ней участвуют. Вот, я не могу знать. Вот, это факт, что эта операция была, факт, что она действует в Белгородской области, в Курской области, все остальное тайно покрытое мраком. Ну, то есть, сколько людей участвовало, какой результат, какие потери с обеих сторон, когда именно там все это происходило, что заготовка, что нет, но это не до конца понятно. А, еще, знаете, что было смешной, был пост Урагозина, где он написал, что, значит, мы были готовы к тому, что будет вот атака дронами ночная, и то, что будет заход. Вот, ну, хочется спросить, а если вы были готовы к этому, если вы знали об этом, чего вы нихрена не сделали? Ну, то есть, тогда почему, соответственно, дроны украинские прилетели действительно по двум объектам, они достигли цели и нанесли серьезный урон, да, как же вы тогда были готовы к этому? Ну, и если вы были готовы к заходу вот этих вот подразделений, то почему они, соответственно, зашли в населенные пункты и ведут там бои стрелковые, да, почему вы их не отсекли раньше или не предотвратили их заход? Ну, в общем, вопросов больше, чем ответов. Будем смотреть, будем разбираться, думаю, завтра еще в сводке обязательно к этому вернемся, ну, а если что-то в рамках этого всего произойдет такое исключительное, может быть, и отдельно с вами в отдельном видео поговорим. Ну, а теперь перейдем к другой нашей любимой, в кавычках, теме, а именно очередная всепропальческая статья страны западных изданий. На этот раз отличились CNN, которые опубликовали большой материал со ссылкой на западные разведки, касающиеся производства боеприпасов. Сначала ознакомимся кратко с самим материалом, ну, а затем обсудим, что с ним не так, где там есть передергивание и о чем там не сообщается. Итак, CNN пишет, что западная разведка считает, что Россия производит 250 тысяч снарядов в месяц. Это втрое больше, чем США и ЕС могут отправить Украине. Американская телекомпания CNN сообщает, что согласно оценкам разведки стран НАТО, Россия ежемесячно производит четверть миллиона снарядов, то есть около трех миллионов в год. При этом, как сказал CNN, высокопоставленный представитель европейских разведслужб, мощности США и ЕС позволяют ежегодно поставлять Украине не более миллиона двухсот тысяч снарядов. «Мы сейчас вступили в войну производственных ресурсов», говорит в интервью телекомпании неназванный чиновник НАТО. Результат в Украине зависит от того, что у каждой из сторон есть для введения войны. По сведениям собеседников СМИ, сейчас Россия выстреливает около десяти тысяч снарядов в день, по сравнению с примерно двумя тысячами, которые используют на фронте Украина. Сотрудник европейских спецслужб сообщил, что в некоторых местах на передовой ситуация еще хуже. В публикации сказано, что Украина получила от западных союзников современные системы вооружения, однако, по мнению военных аналитиков, конфликт, вероятно, может победить тот, кто использует больше артиллерийских снарядов. По словам представителя НАТО, с которыми говорили журналисты CNN, Россия поддерживает работу своих заводов по производству снарядов в круглосуточном режиме. При этом рабочие сменяются после 12-часовых смен. В российском оборонном секторе сейчас работают около 3,5 миллионов человек, по сравнению с 2,5 миллионами до начала войны, пишут авторы. Кроме того, Россия получает снаряды от Ирана и Северной Кореи. Российская военная машина сейчас работает на полную силу, продолжают авторы, однако и у нее есть предел возможностей. Они ожидают, что такой порог будет достигнут в следующем году. В результате западной разведки не ожидают, что Москва сможет добиться каких-то значительных целей на поле боя в ближайшее время. По оценкам экспертов, с которыми говорил CNN, в долгосрочной перспективе, Запад все же способен догнать Россию в производстве снарядов и при этом выпускать более качественное оборудование. Запад только начинает активизировать создание инфраструктуры, чтобы обеспечить нужный уровень производства боеприпасов, сказал телекомпании заместитель руководителя европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Башем. По другим оценкам западной разведки, на которые ссылается CNN, общее соотношение ресурсов все же обеспечивает преимущество Москвы, в особенности если правительство США не сможет разблокировать пакет помощи Украине, против которого выступают республиканские депутаты Конгресса. «Все идет не очень хорошо, но зависит от того, что будет происходить», сказал один из источников. «Если помощь возобновится и быстро начнет поступать, еще не все потеряно». Итак, что с этой статьей не так, какие проблемы? Базово? Базово. Ну, то есть, статью я приветствую. В том смысле, что, ну, во-первых, опять же, из песни слов не выкинешь, действительно, российское производство снарядов сейчас гораздо больше, чем украинское и западное в целом. Второе, снаряды, отсутствие снарядов сейчас является основной проблемой ВСУ. Возьмите любую проблему ВСУ, которую вы слышали, зачеркните ее нахрен, потому что единственная большая проблема – это снаряды. Да, людей хотелось бы больше, да, фортификации хотелось бы больше, да, коррупции хотелось бы меньше, т.д. и т.п., но снаряды – вот основная проблематика сейчас. Даже не самолеты, именно снаряды. Именно их недостаточное количество привело к потере Авдеевки. И во многом, причем не физическое отсутствие этих снарядов, а в том числе отсутствие выделения американской помощи. Потому что базово на складах снаряды еще есть, просто из-за отсутствия этой помощи, из-за отсутствия согласования этой помощи, ВСУ не понимает, на какой срок им надо растянуть те запасы, которые у них есть. Поэтому базово проблема именно в этом. СНН заостряет на этом внимание, это хорошо и правильно, я надеюсь, это вразумит какое-то количество американских избирателей, которые, в свою очередь, вразумят республиканцев, странах и войнучих, включая Трампа, которые в итоге перестанут помогать Владимиру Путину, чем они занимаются сейчас. Однако есть нюансы. Значит, эти нюансы в том числе разбирает Якуб, Якуб Яновский из Орикса. Орикса уже не существует, но Якуб продолжает в том числе заниматься асинтом, подсчитывать различные потери в технике и в том числе комментировать различные публикации, внося уточнение. Итак, вот что он пишет в своем трейде, его переводят быть или, ну, собственно, я проверил оригинальный трейд, да, там ровно это и написано. Те 1,2 миллиона, о которых пишет СНН, это только 155-миллиметровый калибр. Российские 3 миллиона, в свою очередь, это все калибры вместе взятые, и 152-миллиметровый, и 122-миллиметровый, а также другие. Украина тоже использует советский 122-миллиметровый калибр. Боеприпасы к нему производят та же Болгария, которая с конца февраля начала поставку Украине 120 тысяч 122-миллиметровых боеприпасов. Так что с учетом 122-миллиметрового калибра для Украины цифры будут получше. Из этих 3 миллионов российских боеприпасов в год на 152-миллиметровый калибр, эквивалент натовского 155-го, приходится приблизительно половина производства, то есть полтора миллиона. Так что в данном случае корректно были бы сравнивать 1,2 миллиона, которые производит Запад, и полтора миллиона, которые производит Россия. Третье. К концу 2025 года США планируют выйти на производство 100 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц. То есть только США будет производить 1,2 миллиона снарядов в год. Европа к этому моменту тоже должна догнать США по производству. Конечно, что будет с помощью Украины от США в 2025 году очень трудно сейчас загадывать, но в материале речь о производстве, а не о политике. Четвертое. Ну, очевидная западная артиллерия куда более точная и надежная. Украине нужно меньше боеприпасов, чтобы достигать того же эффекта. Ну, опять же, посмотрите на те же северокорейские снаряды, на которые жалуются сами российские военные, которые говорят, что там с парохами какая-то большая проблема. Посмотрите на точность российской артиллерии, сравните ее с точностью артиллерии, которая поставляется Украине со стороны Запада. Ну, как бы и станет понятно, что Украине нужно меньше боеприпасов для того, чтобы достигать того же эффекта. Дальше добавлю от себя. Артиллерия была богом войны, больше им не является. Как не является и богом все остальное? Сейчас новый вид войны, и на арену выходят дроны. Дроны имеют не меньше эффективность, чем артиллерия, но при этом требуют гораздо меньших затрат. То есть, что осуществляется с помощью артиллерии? Какие у артиллерии есть задачи? Какие из этих задач могут компенсировать дроны? Значит, задача уничтожать технику врага дроны заменяют полностью, потому что дроны намного более точны, нужно сделать намного меньше запусков, чем с артиллерией, и, соответственно, потратить куда меньше денег. Поэтому задача уничтожения техники полностью ложится на дроны, может быть, точнее, не переложено на дроны, и мы видим, что Украина делает это весьма эффективно. Чем не могут справиться дроны? Это с нанесением урона по площадям, где идет пехотная атака, например, где идет большая колонна или, значит, отряд какой-то. По нему лучше бить, конечно, артиллерий. И в этом смысле, особенно если мы говорим про артиллерию, про поражающие элементы и про все остальное. В этом смысле, конечно, дроны не могут полностью заменить, однако, если дронов станет очень большое количество, то, условно, один дрон на одного вражеского солдата, то тут можно разговаривать. Более того, я пока это нигде, по-моему, не обсуждал, и с Русланом мы это не обсуждали, хочу обсудить в ближайшее время, я начинаю периодически натыкаться на видеозаписи украинской стороны применения, я даже не знаю, как их назвать, осколочных дронов. Короче, это какой-то дрон, который, судя по всему, я не знаю подробностей, вот просто по записям, что видно, короче, детонирует воздух и разбрасывает всякие поражающие элементы. Я не знаю, кассетный дрон, как это правильно назвать, и вот как будто бы это довольно перспективная история, и она может как раз справиться уже с этой технологией. Короче говоря, артиллерия, это важная штука, безусловно, и чем больше будет снарядов для Украины, тем лучше, но она не является единственным там и необходимым условием для победы. Победа может быть достигнута самыми разными способами. Более того, Украина все эти два года в условиях дефицита боеприпасов, точнее, даже не дефицита, но выстреливает меньше боеприпасов, чем российская сторона. Было где-то два месяца как раз вот до момента, пока Соединенные Штаты не... в Соединенных Штатах республиканцы не сблокировали помощь Украине. Вот до этого момента буквально там полтора или два месяца было, когда Россия и Украина выстрелили одинаковое количество снарядов. А потом все, потом снова ушло, к сожалению, на снарядный дефицит для украинской стороны. Спасибо, так сказать, как всегда, республиканцам. И последний момент, который я хочу сказать, это то, что у Запада есть возможность наращивать вооружение довольно долго, потому что Запад это делает не в ущерб своей экономике. То есть Запад не переводил экономику на военные рельсы. Их экономика продолжает существовать так же, как и существовала. Поэтому нет такого, что она работает в форсивном режиме и может накрыться медным тазом в любой момент. В российской же экономике ситуация обратная. Вот статья указывает, что могут пик достигнуть к следующему году, но это не так. Российская оборонка уже достигла пика. Мы обсуждаем это в нескольких выпусках Владимира Милова просто смотря на цифры. Там больше нет прироста. В российской оборонке, в оборонном производстве нет прироста. Это видно на числах. То есть она достигла своего потолка. Она уперлась в него. Более того, эта форсированная военная экономика, к которой Россия пришла, то есть все вкладывается в оборонку, она имеет очень большую проблему, связанную с тем, что эта экономика не дает настоящего экономического развития. То есть все, что вы сейчас видите по российской экономике, типа как ВВП увеличивается, там еще что-нибудь такое. Это все чисто за счет военного сектора. А военный сектор, он не дает прироста в экономике. То есть там условно вы произвели троллейбус, он еще ездит там, не знаю, 20-30-40 лет, разводит людей. То есть дает какое-то благо. Вы произвели снаряд, он упал, взорвался и все, больше нет. Это деньги в никуда, деньги в молоко. Ровно поэтому современные страны не воюют. И война осталась далеко в прошлом, потому что любая война это не прибыль. Любая война это расходы и издержки. Поэтому страны в какой-то момент развитые перестали воевать. Потому что воевать невыгодно стало. Но если у тебя диктаторские, имперские амбиции, то ты на выгоду уже не особо обращаешь внимание. Короче говоря, российская экономика в этом смысле работает на пределе. Сейчас в март дефицит бюджета 92% от планового на весь год. Посмотрите, опять же, экономическую сводку с Миловым. Опять же, без додумок, без домысливаний. Там вот боты в комментариях пишут, типа, вот откуда вы эту цифру взяли? Да официальная цифра! Официально российская цифра! Ну, то есть, типа, чем я люблю сводки с Миловым? Тем, что мы берем российские данные и на них показываем. Вот. И когда нам говорят, типа, да это цепсошная цифра, так она российская! Вы что? Вы что от нас хотите? И в этом смысле, конечно, у Запада с точки зрения времени, времени куда больше, чем у России. Другое дело, что это вот все мы обсуждаем чисто технические вещи, которые не учитывают, что, да, каждый там день промедления это еще одни потерянные украинские жизни, к сожалению. Ну, если эта статья имеет как плюсы, так и венусы, то есть, она может смотивировать в том числе людей принимать правильные решения, то мы наконец-то ознакомились с планом вредителей, ну, то есть, с планом союзников Владимира Путина, а именно премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что задумал Дональд Трамп главная надежда Владимира Путина. Он сказал, что в случае победы Дональда Трампа США перестанут давать деньги Украине, война закончится. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью местному телеканалу М1 заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США не даст ни цента военной помощи Украине. По словам, Орбана прекращение военной помощи поможет остановить войну. Если Америка не даст деньги, то европейцы одни не смогут финансировать эту войну, и тогда война будет окончена, заявил Орбан. Ну, помимо того, что эти рассуждения идиотические абсолютно, ну, почему они идиотические? Потому что Соединенные Штаты уже полгода не выделяют денег Украине. Там есть там старые еще, вот реализация старых контрактов, да, которые все еще есть, но, собственно, республиканцы блокируют помощь Украине. Как видите, Украина не сдается. И в этом смысле это вот в целом механистически, а с точки зрения морали, ну, это, конечно, безумие абсолютное. То есть, Орбан и Трамп рассчитывают на капитуляцию Украины. То есть, уничтожение Украины как государства, удовлетворение амбиций Владимира Путина, которые, очевидно, за этим будут расширяться уже непосредственно на Европу. Потому что агрессор, когда достигает своих целей, его цели увеличиваются, они уменьшаются. Собственно, опять же, Дональд Трамп это верный последователь европейской дипломатии до начала Второй мировой, европейской дипломатии года 1938-го, Мюнхенский сговор и прочее, прочее. И это чудовищно. Ну, то есть, чудовищно, что действительно президентом Америки может стать человек, который не понимает просто азов, азов исторических, военно-политических, который готов кинуть всех союзников Америки, который готов уничтожить Америку как один из центров силы современного мира, готов уничтожить Америку как сильнейшую страну современного мира. Это безумие абсолютное и как раз парадоксально именно то, что, ну, Дональд Трамп, он же под лозунгами типа там Америка, вообще мы сделаем ее великой и все снова, сделаем ее великой и прочее. При этом Дональд Трамп предлагает и прямо сейчас делает Америку намного слабее. То есть, именно он стал причиной, почему республиканцы блокируют выделение поддержки Украины. Именно он грозит развалить НАТО. Ну, то есть, это безумие. То есть, человек просто уничтожает влияние своей страны и возможности своей страны и буквально лижет сапог к диктатору. Абсолютное безумие. Безумие не в нем, ну, то есть, не в самом Дональде Трампе, потому что, ну, он делает все, чтобы прийти к власти. Безумие в том, что какие-то люди его в этом поддерживают, что поддерживают какие-то избиратели, потому что, ну, если бы Трампа не было бы популярен, но это не было бы проблемой, он бы сидел там со своими обосранными штанами в уголке и там рассказывал свои небылицы, но какие-то люди же на это ведутся, поддерживают, и в этом глобальная проблема. Скажем так, ну, то есть, в любом случае план Трампа у Орбана не сработает, потому что Украина будет продолжать воевать, Украина будет продолжать бороться за свое существование, люди будут продолжать пытаться защититься от оккупантах и захватчиков, как это происходило в начале этой войны. Многие забывают, что в начале этой войны, когда Россия только вторглась на территорию Украины, никакой помощи от Запада не было. Германия там не готова была согласовывать даже стрелковое вооружение, не говоря уже про технику. От Соединенных Штатов были какие-то дживелины в каком-то количестве за эти годы, но опять же не было никакой ни техники, ничего. В общем, первые месяцы Украина держалась исключительно на собственных силах, на своей воле, на своих защитниках и смогла отбросить Россию от Киева, смогла противостоять России. Поэтому Украина будет продолжать и дальше бороться за свое выживание, потому что речь идет буквально об отечественной войне, о священной войне, просто за свою жизнь, банально. А другое дело, сколько это даст возможности России, что Россия не... Ну, Россия, если Запад не будет помогать в достаточном объеме, у нее будут возможности для наращивания собственных ресурсов, для начала новых военных операций и войн с странами Балтии и так далее. Вот, поэтому, конечно, знаете как, базово в этой войне с самого начала, после первых нескольких месяцев был понятен дальнейший расклад, который я вам неоднократно приводил, да и Блумберг, да, делал модель. Вот, и там Россия проигрывает, если Запад ведется рационально, весь Запад целиком, Россия проигрывает при любых раскладах. Но, к сожалению, мы столкнулись с человеческим фактором, мы столкнулись с Дональдом Трампом, мы столкнулись с тем, кто их поддерживает, Дональда Трампа, мы столкнулись с нерешительностью западных стран в контексте их страха перед российским блефом о ядерной угрозе. И поэтому, как всегда, и как я тоже много раз подчеркивал, будущее неопределено и зависит от действий каждого конкретного человека. Есть и другие помощники Владимира Путина, например, Папа Римский. Зеленский назвал виртуальным посредничеством высказывания Папы Римского о смелости вести переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова Папы Римского Франциско, который заявил в интервью швейцарской вещательной компании RSI, что тому, кто проигрывает, надо иметь смелость вести переговоры. Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы встали на защиту, сказал Зеленский. Христиане, мусульмане, иудеи все. Я благодарю каждого украинского капеллана, который с армией в силах обороны там, на передовой, защищают жизни и человечность, поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь. С людьми. Они в двух с половиной тысячах километрах где-то там заниматься виртуальным посредничеством между теми, кто хочет жить, и теми, кто хочет тебя уничтожить. По словам Зеленского, российские войска не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. В Украине было много когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. Это очень красноречиво говорит, кто должен остановиться. «Чтобы война остановилась», добавил Зеленский. Слова Папы Римского о мирных переговорах раскритиковали и другие украинские и европейские политики. И я бы не сказал, что это даже были слова о мирных переговорах. В ближайшее время тоже с вами разберем вообще разницу между мирными переговорами и капитуляцией. Папа Римский предложил поднять белый флаг, правда, потом из его, как это не знаю, пресс-службы сказали, что вы не так поняли и все такое. Но Папа Римский безусловно, безусловно, в ряду помощников Владимира Путина. Понимаете, вот эта позиция, что когда сильный агрессор нападает на более слабую жертву и жертва пытается защищаться, позиция уговаривать жертву сдаться агрессору безумная. Ну, то есть на бытовом уровне абсолютно каждый из вас понимает, что это невозможно. Ну, например, на вашу семью нападает, не знаю, вооруженный бандит и говорит, сейчас буду вас убивать. И рядом стоит вооруженный полицейский и полицейский вместо того, чтобы помочь сопротивляться бандиту, говорит, да пусть убьют вашу жену и детей. Слушайте, ладно, ну, как бы, вот бандит оказался в хорошей ситуации, у него, смотрите, пистолет есть, давайте просто дадимся. Никому в голову не придет это. Но почему-то вот Папа Римский, считает нужным лезть в политически переговорные процессы, вставать на сторону агрессора. Это безумие, абсолютное безумие и, на мой взгляд, пусть и дальше занимается чтением священных текстов и рассказом, значит, кому, где надо, какие ноги помыть и прочее, прочее. И не лезет к людям, которые защищают свою жизнь. В конце концов, не его собачье дело. Ну, или посмотрит, пусть, фильм «Двадцать дней в Мариуполе». Это могут посмотреть и Орбан, и Трамп, чтобы понять, что происходит, когда Россия приходит в украинские города. Фильм «Двадцать дней в Мариуполе» тот самый фильм, который вот сейчас получил Оскар в категории лучший документальный полнометражный фильм. Это первый Оскар в истории украинских фильмов. Однако, выходя за наградой, Стислав Чернов сказал, что хотел бы, чтобы этого фильма не было. Это первый Оскар в украинской истории. Это честь для меня, но, вероятно, я первый режиссер в истории, который скажет, стоя на этой сцене, хотел бы я, чтобы этого фильма не было. Я бы отдал эту награду, чтобы Россия никогда бы не нападала на Украину. Вместе с Черновым на сцену за наградой поднялись фотограф Евгений Малолетко и продюсер Василиса Степаненко, которые работали с ним в окруженном Мариуполе в 2022 году. Сам фильм я еще не посмотрел. Я, естественно, примерно понимаю, что там будет. Посмотрю легально, когда появится такая возможность. Но, безусловно, вот эти вот все разговоры про мирные переговоры и все остальное, их ведут люди, которые не понимают, что происходит. Безусловно, Украина хочет мирных переговоров. Каждый человек в Украине хочет мирных переговоров, включая Владимира Зеленского. Проблема в том, что то, о чем говорит Россия, делая вид, что она хочет переговоров, не называется переговорами, она называется капитуляцией. Россия предлагает, по крайней мере, предлагала ранее, уничтожение Украины, просто чуть более замедленное. И Россия ни разу не выходила с какой-либо мирной инициативой, которая была бы настоящей переговорной позиции, настоящей мирной инициативой. Об этом подробнее поговорим в другом видео. Но базово вот эти вот все ведутся на российскую вот эту чушь про то, что якобы, ну, мы готовы вести переговоры, это Зеленский не готов, только те, кто вообще ничего не понимает про эту войну. И этим людям было бы очень полезно посмотреть фильм «20 дней» Мариуполя и понять, что такое российская агрессия, что речь не о каком-то, я не знаю, компьютерной игре или соревновании, а речь о армии страны, которая пришла в чужую страну уничтожать там людей, уничтожать эту страну. Это каждый день повторяют российские официальные лица. Лавров, Медведев, как еще и что они захватят, кого они уничтожат, кого убьют, кого застрелят, на кого сбросят бомбу. И те, кто не понимают этого или делают вид, что не понимают, либо подлецы, либо идиоты. Подлецов нужно сажать, идиотов отстранять от власти, потому что именно их действия, их слова и последствия их решений приводят к человеческим жертвам в гигантском количестве. Агрессор должен быть остановлен. Для этого должны быть применены все возможные средства в самые кратчайшие сроки. Благо, люди, понимающие это, есть, которые ищут возможности для этого. И есть позитивные новости по этим направлениям. Например, глава МИДа Германии поддержала предложение министра иностранных дел Великобритании об обмене крылатыми ракетами, позволяющим поставить дальнобойное оружие Украине. Министр иностранных дел Великобритании, напомню, Дэвид Кэмерон, предложил закупить у Берлина крылатые ракеты Таурус, а взамен поставить Киеву больше дальнобойных британских ракет Шторм Шэдоу. Круговой обмен это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. Мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад, сказала глава МИДа Германии Анна-Лена Бербок. Ее слова приводит Шпигель. Это действительно хорошая история, потому что, на самом деле, я уже много раз говорил, что Таурус и не то чтобы какая-то принципиальная история для этой войны просто еще один вид дальнобойных ракет, поэтому, ну как бы, увеличение количества Шторм Шэдоу за счет круговых поставок тоже вполне себе нормальная история. Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон собирается в Киев в ближайшие недели, об этом сообщает АФП со ссылкой на Елисейский дворец. Накануне Владимир Зеленский сообщил, что провел с Макроном длительный телефонный разговор, в котором поблагодарил его за оборонный пакет, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины. Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями об ожидаемых результатах предстоящей встречи в Украине в ближайшее время, написал Зеленский. Вообще, приезд Макрона уже несколько раз переносился, и это связывает с тем, что он хочет показать какой-то реальный результат для этого приезда. Как вы видите, его риторика сильно сменилась, но вообще, довольно поразительно, что вот есть Германия и Франция. На самом деле, это основные, Германия, Франция, Великобритания, основные западные страны, поддерживают Украину. И надо сказать, что Германия сделала не меньше, а на самом деле даже и больше, чем и Франция, и Великобритания. То есть, Германия из Европы основной поставщик вооружений для Украины. Но вот в медийном поле из-за такой постоянной какой-то странной плавающей позиции Шольца, да, и вот о Германии принято думать, что они как-то вот все саботируют этот процесс и так далее, что не совсем правда. Но Макрон в последнее время, конечно, стал высказываться куда более приближенно к тому, как необходимо высказываться в нынешнее время. Теперь важно, чтобы это имело результаты. Вот как раз достигнув какого-то результата, Макрон хочет приехать в Украину, чтобы не просто говорить там, но говорить от имени некой коалиции или там анонсировать какие-то большие поставки. И в этом смысле будем надеяться, у него это получится как можно скорее. Опять же, позитив идет и из Польши. Президент Польши Анжей Дуда призвал страны НАТО тратить не менее 3% своего ВВП на оборону. Это предложение он намерен выдвинуть во время своего визита в США, пишет Ройтер. Я хочу предложить, чтобы страны НАТО вместе решили, что требованиям Альянса будет тратить на оборону не 2%, а 3% ВВП, и что это будет предел, ниже которого опускаться категорически не рекомендуется, заявил Дуда во время заседания Совета национальной безопасности Польши. Он добавил, что ответ НАТО еще раз. Он добавил, что ответ НАТО России в связи с войной в Украине должен быть ясным и смелым. Дуда и польский премьер Дональд Туск приедут в США 12 марта в рамках визита приуроченного 25-летия уступления Польши в Альянс. Вообще нужно понимать, что все, история с там довоенным временем закончилась абсолютно, дальше только гонка вооружений, дальше соревнования на то, кто выстоит, потому что уже не просто там угроза не знаю, конкуренции, там, миропорядка и прочего, уже есть просто агрессор, который будет идти до конца. И в этом смысле нужно сделать все возможное, чтобы его остановить. И поэтому все эти рассуждения про то, что может быть просто вот мы что-то там пойдем на какие-то уступки и все вернется как раньше, ничего не вернется. Те, кто это понимают, сейчас имеют преимущество, те, кто не понимают, тянут всех остальных назад. Но в России очередное доказательство успешности российской политики и проблем в российской экономике, несмотря на заявления каких-то странных людей и западных изданий, которые постоянно рассказывают, как в российской экономике все хорошо. А именно предполагается, что в ближайшее время налог на доходы физлиц повысят до 20%, а на прибыль до 25%. Об этом пишут важные истории. Это затронет десятки миллионов россиян и даст Путину еще 2,5 триллиона рублей в год на войну. В послании Федеральному собранию, напомню, Путин поручил правительству подготовить предложение по более справедливому распределению налогового времени, как он это назвал. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что предложение уже готовится. Хотя совсем недавно он не видел предпосылок для изменений. Собеседники важных историй, знакомые с ходом разработки налоговой реформы, рассказали, как она будет выглядеть. Для россиян с доходом более 1 миллиона рублей в год НДФЛ хотят повысить с 13 до 15%. При доходах более 5 миллионов рублей в год повышение с 15 до 20. Повышенная ставка будет взиматься с суммы за пределами порога в 1,5 миллионов. Повышение НДФЛ затронет 20 миллионов россиян, их детей и ждивенцев. Налог на прибыль хотят увеличить с 20 до 25%. Повышение налогов даст бюджету примерно 2 триллиона 450 миллиардов рублей на затяжную войну с Украиной. Поправки могут занести уже этой весной, то есть после выборов и назначения нового правительства. Вероятные изменения вступят в силу в следующем году, заключают важные истории. Супер интересная вещь, не самим фактом повышения налогов, а тем, что это очередная характеристика того, что деньги действительно заканчиваются. Это очередная косвенная характеристика, показывающая, что неоткуда брать доходы и будут их собирать с населения. Поэтому все, кто постоянно иронизирует и говорит, да что-то вот не падает, это ваша российская экономика, все не очень понимают, как работает диктатура. И что то, что вам говорят официальные лица не всегда соответствуют действительности. А на своей шкуре вы, конечно, почувствуете все. И войну, и диктатуру, и все на свете. Ну а одна из причин таких больших расходов это, конечно, продолжающаяся коррупция в российской армии, которую мы только поддерживаем. В Минобороны России очередной заместитель по толовому обеспечению. Генерал-лейтенант Андрей Булыга назначен заместителем министра обороны РФ, ответственным за материально-техническое обеспечение войск. Это объявило военное ведомство. Почему это интересно? Потому что это уже третья замена. Ранее Булыга занимал должность заместителя командующего войсками западного военного округа по материально-техническому обеспечению. Генерал-полковник Алексей Кузьменков, занимавший пост замминистра обороны по толовому обеспечению с апреля 2023 года, вернулся на должность замглавы Росгвардии. С начала полномасштабной войны это уже третья замена замминистра обороны по именно материально-техническому обеспечению. Дмитрий Булгаков, занимавший эту должность 14 лет, был отправлен на другую работу в сентябре 2022 года. Его преемником стал Михаил Мизинцев. Он проработал замминистра менее 8 месяцев и был заменен на Алексея Кузьменкова. Собственно, что это означает? Это означает воруют, воруют в гигантских масштабах. Есть гигантские проблемы с обеспечением. Ну и напоследок давайте посмотрим видео, где наглядно зафиксированы эти проблемы с обеспечением. Что это за видео? Украинские военные нашли видеозапись на телефоне одного из российских солдат. На труппе одного из российских солдат. Посмотрите, чтобы оценить, насколько вот эти все рассказы про мощнейший российский ВПК, невероятное производство, успехи в экономике и во всем остальном соответствуют действительности. Давайте глянем. Здорово, братья. Вот так вот находимся под обстрелом в Синьковке. Собираем автоматы. На позиции. Ни один не работает. Все раз... Сидим в метре вдвоем. Вдвоем. На один метр. И одновременно копаем. Копаем, делаем. Автоматы, блядь, не бревые. Пять штук. Ни один не стреляет. Поставляет участие наше. Ничего не дают. Ни воды, ни... Уже, короче. Это жопа. Ладно, увидимся еще. Так же, пацаны, лучше на позиции не идите. Отнекивайте. Как можно? Откречивайте. Какое тут делать? Косите. Думаю, комментарии про материально-техническое обеспечение здесь излишни. Ну, а с вами был Майкл Наки и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok